Питерфуд, первый день. Сегодня мы рассказываем про самые необычные товары и самые необычные продукты. Наталья, доброе утро. В первую очередь вопрос простой. Как настроение? Настроение отличное, шикарное, рабочее, поэтому большое ожидание от выставки. Это самое главное. Я смотрю, вы сегодня пришли не с пустыми руками. Сразу две категории различных, точнее одна категория, два разных продукта. Это кокосовое молоко и банановое. Расскажите нам. Мы в городе Челябинске производим растительное молоко. Очень большой ассортимент представляем на итальянских технологиях. Это молочные альтернативы. Дань моды сейчас набирает обороты. Тема здорового питания, тема правильных продуктов. И, соответственно, этот продукт мы представляем в рамках данной выставки. Как давно вы занимаетесь производством кокосового молока? Начали наше производство в феврале 2018 года. И вот практически два года скоро, как мы вкусняшками нашими. Я так понимаю, что вы завоевали уже доверие у потребителей в своем регионе. Вы решили порадовать, грубо говоря, всех остальных, в том числе в Санкт-Петербурге. Ну, я скажу больше. Мы представлены по всей географии Российской Федерации. А в Санкт-Петербурге мы, конечно, хотим покорить этот сетевой сегмент. Это расширить наши партнерские отношения, вообще представить нас, чтобы нас еще раз увидели, еще раз попробовали. Ну и, собственно говоря, из-за этого сложился неплохой бизнес. Слушайте, ну это действительно очень круто, задача амбициозная. Про кокосовое молоко я, в принципе, все знаю, зачем его использовать, что на него можно приготовить. Но вот никогда не сталкивался с банановым молоком. Как правильно его использовать? Вообще банановое молоко – это наша новинка, я поэтому сейчас ее с собой принесла. Использовать можно в разных направлениях. Можно готовить каши, можно готовить смузи, можно делать блинчики. Очень вкусно в кофе, очень вкусно в чай. Можно просто пить как коктейль. Это привнесет разную новую какую-то тематику в блюда на кухне любой хозяйки. Поэтому разнообразно. Вот больше фантазии, чем с традиционным молоком. Сколько контрактов хотите подписать в течение двух дней? Планы, конечно, у нас амбициозные. Хотелось бы подписать не менее 50. Будем работать над этой задачей. Здесь я хотел отбить вам пятерку, но так как у вас заняты руки, я желаю, чтобы не 50, а 55. Ну пусть будет хорошая цифра. Замечательно. Спасибо большое. Всех ждем на нашем стенде.